В Вурнарах закрывается детское отделение центральной районной больницы. Такие слухи в конце года возбудоражили поселок и заставили жителей писать коллективные жалобы во всевозможные инстанции. Бывает ли дым без огня и где в 2013-м будет лечиться вурнарская ребятня? В проблеме на месте разбирался спикер госсовета Юрий Попов и наша съемочная группа. Согласно приказу Минздрава России об оказании педиатрической помощи детским можно считать отделение с численностью коек не менее 30. В Урнарской ЦРБ их только 10. По мнению Республиканского Минздрава это серьезное основание пустить детское отделение под нож. С нового года педиатрические койки войдут в состав взрослого терапевтического отделения. Медики поясняют, перемены произойдут только на бумаге. Фактически все останется на своих местах. То же здание, те же палаты, тот же персонал. Раз есть дети в Урнарском районе, есть врачи-педиатры, значит дети болеют, к сожалению, у нас. Их нужно даже обследовать, бывает и стационарно. И поэтому детское отделение, оно как было, так и есть. А вот местные жители призывают руководство больницы опираться не на СНИПы и стандарты, а на здравый смысл. Большинство жителей района слухами о закрытии детского отделения напуганы. В этом году также ради оптимизации и экономии в Урнарах уже закрылся родильный дом. За пополнением в Урнарцам приходится ездить в соседнюю, но не близкую Шумерлю. Люди опасаются, что за сменой вывесок последует тихое урезание детских коек. Да, я слышала здесь, когда вот внучка заболела, меня положили, вот услышала. Поэтому очень я тоже против закрывания. Ездить куда-то, как бы за 9 земель тяжело детишками, потому что мы и домой бегаем, и менять надо, и мама вечером вот приходит. Меняемся мы. Поэтому считаю, что правильный достойный. Наши министерства соцразвития Чувашьей республики доказывают, что никакого закрытия не будет. На самом деле и не должно быть, потому что больница, детская тем более, она нужна. Тем более в райцентре, где проживает около 40 тысяч населения. А между тем детская смертность в районе одна из самых высоких в республике. Серьезные нарекания со стороны родителей вызывают организации медицинской помощи малышам. Многодетная мать Елена Фадеева живет в деревне. Для нее, как и для большинства сельских родителей, единственная возможность, к примеру, провести ребенку полный курс физиопроцедур, это положить его в стационар. В детском отделении, которое круглый год переполнено, таким малышам отказывают. Есть плюсы и минусы в нашей больнице, но есть вопросы, которые нельзя. Не имеем права на ошибку. Это закрытие детского отделения. Я считаю, это будет самая большая ошибка, которая решит суть многих детей. Пожалуй, единственный человек в районе, который против сохранения детского отделения в прежнем виде и под прежним названием, это главный врач райбольницы. Я у вас спрашиваю, наоборот, надо нам сейчас принимать решение, какое, что надо делать для этого. Вот и все. А закрывать не имеем права мы сейчас. Председатель госсовета подчеркнул, что норма, предложенная Минздравом России, является рекомендательной. И огульно брать ее под козырек не следует. К тому же в стране уже есть примеры, когда закрытые под предлогом оптимизации детские отделения создаются вновь. Такую работу над ошибками провела Псковская область. Задача Чувашии – не встать на те же грабли. Я попрошу и подойду к представителю правительства или к главе республики. Но мы сегодняшний разговор без внимания, без дела не должны оставлять. Поэтому, как бы ни было, ну пусть затратно будет чуть-чуть. Но отделение мы должны сохранить. Ольга Панова, Евгений Анисимов, Республика.